Старосколец Владимир Показанников занимается хоккеем больше 10 лет. На коньки встал, когда ему было 6. В этом году юноша – выпускник столичной школы «Крылья Советов». Это пока третья ледовая прописка. Через пару недель предстоит отбор в один из профессиональных хоккейных клубов страны. Конкуренция высока – 10 человек на место. Делится переживаниями Володя. Только лишь на удачу хоккеист не рассчитывает. Многое зависит от тренировок. То есть, если, например, на тренировках халтуришь, я думаю, от этого пользы мало будет. И в небольшие каникулы у 17-летнего нападающего хоккей на первом месте. Помимо собственных тренировок, Володя делится опытом со спортсменами из младшей группы. Если не успевает на трансляцию матчей мирового чемпионата, смотрит игры в интернете. Твердо верит в своих кумиров и в победу россиян. Ездили в Питер на турнир. И Малкин тогда приезжал. Еще там звезды, были гончар. И все. Там тогда раз турнир проходил. И все – о, Малкин, Малкин. Ну, я сфотографировался с Малкиным. Теперь у меня эта фотография дома висит. Ну, где медали там. Имена героя в Ледовой арене твердо знает и подрастающее поколение. А мне нравится Ковальчук. А мне Овечкин. Мне Овечкин. А за что у тебя Овечкин нравится? Потому что он забивает. Пока ребятня в спорте плечом к плечу с родителями. Самостоятельности пятилетние мальчишки только учатся. На товарищеских матчах познают радость побед и горечь поражений. Становление спортсмена требует больших усилий и времени. К тому же хоккей – удовольствие недешевое. Форма стоит около 15 тысяч рублей. Занятие – от 200 рублей. И все же без таланта деньги не помогут, уверен тренер Александр Василечкин. Взрастить – это очень тяжело. Раскрыть потенциал для тренера. Тренер первоначально, он его раскрывает. А на 99,9 нужно родиться. Родиться именно Малкиным, именно Ковальчуком, именно Досуком. Это надо родиться ребенком. Чтобы он был работоспособный. Отличался всем своими качествами физическими, умственными. И потом все, тренер только прикладывает к этому свои усилия. И от этого все и отталкивается. Воспитанники Василечкина продолжают свои шаги в большом хоккее в известных российских клубах. Масса, масса, масса. У нас недавно стал мальчик чемпионом России 99-го года в составе «Динамо Москва». Получил, да, с старого оскола, получил звание кандидата мастера спорта. Томаев Данил. У нас дети есть, в крыльях советах играют. У нас мальчик 2002 года играет в «Динамо Московском». Пять человек играют в школе Олимпийского резерва. Возможно, когда-то и староскольские хоккеисты пополнят состав сборной России.